Время московское 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 в такой онлайн-приемную, с которой мы с избирателями, с моим регионом, который я представляю в Государственной Думе, имеем возможность напрямую общаться и получать информацию намного быстрее, и отвечать, в первую очередь, людям оперативно. Но это вы какую-то опасность, связанную со своей деятельностью в интернете, ощущали вообще? Для вас это было? Ко мне лично, и в профессионалительности, конечно, опасности я не ощущаю. Понятно, что есть какие-то пользователи, которые негативно относятся к каким-то моментам деятельности, позитивно, но ту функцию коммуникации она выполняет. Если мы касаемся темы конкретности нашей передачи, здесь, конечно, вопрос другой плоскости, и, мне кажется, сегодня прекрасна возможность с нашими коллегами его обсудить. Действительно, интернет предполагает, что это просто еще один инструмент общения, так же, как мы в реальной жизни общаемся, можно общаться виртуальной. С нашей сегодняшней темой, если связать Андрею Бурину вопрос, как вы полагаете, если вдруг введут обязательность в том, чтобы регистрировать паспортные данные, каково на сайтах знакомств в том числе, как это скажется на знакомствах интернете? Посещаемости. Ну, конечно, это очень сильно повлияет, в первую очередь, на бизнес, составляющий сайтов знакомств. Я думаю, что резко снизится конкуренция, многие сайты знакомств вынуждены будут закрыться. А когда паспортные данные мешали построению семьи, я, честно говоря, не понимаю. Если бы там еще данные анализов были, вообще бы хорошо было. Сколько бы проблем. Рекомендации, может быть, еще добавить. Все хорошо, у нас в определенном этапе. Можно, можно, можно и сроком. Почему нет? Не страшно. Нет, тогда что, идешь в баре с кем-нибудь знакомишься, тоже сразу покажи паспорт. Конечно, вот правильная мысль. Так вот, что ли? Или в метро, например. Я понимаю, что... Что дает нам сайт знакомств, в первую очередь, это выбор больше, чем вы можете получить, пойдя в бар, например. Если мы начнем на входе просить у пользователей отдать свои паспортные данные... Почему он боится? Почему нельзя зарегистрироваться? Это иллюзия выбора. Конечно. В выборном нет большого. Это иллюзия. Превращается в игру определенную. Да, конечно. Просто виртуально переписываешься. Согласен я, что это игра, конечно. Это новый формат знакомств. Но он позволяет, тем не менее, людям находить и спутника жизни. А вот это вторая ошибка. Ну вот, Артем Викторович, вы считаете, что семью все-таки создать по средствам сайта интернет-знакомств нельзя? Семью там можно создать. Надо просто понимать, какого уровня это будет семья. Замечательно. То есть вы считаете, что там они качественно будут хуже, чем вы лично познакомьтесь? Извиняюсь. Андрей сказал, что это дает возможность более широкого выбора. На самом деле, буквально недавно американские социологи проводили исследования. Так. И три, как раз о чем сейчас только что все сказали, три вещи, о которых говорят последователи интернет-знакомства. И три темы, которые отбиваются от этого. Первое. Большой выбор. Этот выбор превращается в игру. Когда люди говорят, что они настолько запутались уже, что не могут определиться. Второе. Человека узнают, говорят, намного больше. Потому что о нем можно пообщаться, с ним можно поговорить, узнать фотографии, узнать био. Но это тоже превращается в определенное манипулирование, когда партнер, с другой стороны, пользователь, в том числе фальсифицирует данные о себе. Ну поехала. Первое. И второй момент. Уехала. 80% по этому исследованию людей после встречи с выбранным партнером, после как они переговорили в соцсети, пообщались, их реальная, в реале встреча оказывается неинтересной. Пожалуйста. Неинтересной о человеке, как они поставили портрет через социальные сети. Но я говорю об этом исследовании. Давайте. Давайте делаем так. Можно договорить? Давайте договорим. Давайте. А потом вы скажете. А вот люди, наоборот, которые об этом пользователи, прямо говорят, там приводится ряд пользователей, а те люди, которые им показались неинтересны во время встречи в интернете, на жизни, в практике, при встрече, оказались намного интереснее, чем в сети. Поэтому, давайте сначала посмотрим наш сюжет, потому что как раз наш корреспондент попытался разобраться, бывают ли счастливые случаи среди тех, кто познакомился в сети. Интернет-знакомство вовсе не для отчаявшихся и стеснительных, а не для тех, кто уважает свое время. На специализированных сайтах анкеты заводят люди с совершенно конкретными намерениями и, скорее всего, одинокие. А значит, шанс на успех увеличивается в разы. С начала 2000-х, а именно тогда сетевое общение набирало обороты, даже сформировался негласный свод правил. Их соблюдение поможет преуспеть в киберобольщении. Переписка должна быть грамотная, потому что грамотные люди нравятся. Второе правило говорит о том, что в переписке должно быть больше вопросов, потому что вопросы, они провоцируют ответы, то есть получается диалог. И третье правило – информация должна строиться блоками по принципу взаимного обмена. Блок информации от тебя и блок информации от девушки. Иначе говоря, если девушка рассказывает о том, как она отдыхала в эти выходные, то вы должны тоже описать свои выходные, как вы их провели. 5-7 сообщений достаточно, чтобы понять, есть ли контакт. Затягивать с первой встречи не стоит, а назначать ее обязательно в публичном месте, чтобы исключить мошенничество и оставить себе возможность для побега. А вообще есть два способа познакомиться в интернете. Спамерский – по крайней мере 4 девушки из 20 отвечают на стандартное сообщение. И точечный – для этого нужно внимательно изучить анкету собеседника. Николай в 2007-м, тогда он был активным пользователем сайтов знакомств, выбрал первый способ. Переписывался и ходил на свидание он со многими, но зацепила его только одна. Переписка была очень долгой, творческая со стороны Николая, потому что он постоянно писал стихи, говорил о высоком. Как-то очень неформальный и не как все преподносил себя и свои чувства. В то же время был безумно раскомплексован, и ты смог мне прислать видео, как он танцует. Хотя он совершенно этого до сих пор не умеет делать. Через пару месяцев молодые люди встретились. Татьяна была, если не разочарована, то смущена своего спутника. Она представляла несколько иначе. Зашел такой мальчик, прям мальчик. В белой курточке, в футболочке, хотя на улице было очень холодно. А тот морд был безумно холодный. И я бы думала, о-о-о-о. А тут он уже настроил столько планов, что все, мы вместе. И даже меня не проводил. Ну да, просто было утро, уже мы всю ночь присидели вместе. А поскольку опыта не имел, никакого общения с девушкой? Ну да, мы прыгнули в метро и сказал, ты так, тебе куда ехать-то надо? Она такая говорит, мне на теплый станок. Я говорю, ну все, в порядке, тогда встретимся, созвонимся, спишемся. Николай уверяет, для себя он все решил еще до того, как они впервые увиделись. Он нашел ту самую, единственную. Роман развивался стремительно. Через год после этого свидания они поженились. Еще через год у них родился первый ребенок. Сейчас они ждут уже третьего. Истории этой счастливой семьи доказывает большую любовь. Можно встретить где угодно. И виртуальным пространством пренебрегать не стоит. Ну вот яркий пример, да, того положительного исхода. Я сейчас просто пару слов. Вот я как девушка могу сказать, что я абсолютно за. Потому что это дает такую возможность расширить диапазон, да, в рамках не только города, а вообще всего мира. Но я вот знаю, что Кирилл Гринченко против подобных историй. Кирилл, объясните мне почему? Ну смотрите. Вы считаете, что там нет интересных девушек? Нет, я считаю, что к интернету нужно подходить как со стороны, что это хорошая площадка, так и плохая. И нужно к знакомствам также подходить с осторожностью. Что для некоторых просто это может быть каким-то развлечением и несерьезным. Для некоторых, конечно, серьезным. Мы, например, проектом запустили несколько недель акцию, которая как раз исключает, то есть целью своей ставит противодействие вот как раз вот плохим знакомствам в интернете, непосредственно вербовке, вот, которая сейчас вот наблюдается у нас. И, соответственно, действуем для того, чтобы как раз исключить именно знакомство с плохой стороны. С не той стороной, которая нужна. И много таких выявлено. Вы знаете, к нам вот регулярно обращаются и присылают как раз вот такие плохие истории, как раз попыток вот плохих знакомств, именно вербовки в террористические организации. Я вижу, что Андрею Вернику нечто сказать. Вы измеряли, сколько плохих знакомств? Не, ну смотрите, вот именно что-то. Дайте, давайте, дайте сказать Наташе. Пожалуйста, вот я женский писатель, да, и у меня есть возможность ездить по планете. И я много изучаю, конечно, всяких научных исследований, но я практик. Я приезжаю в Париж, Вена, Сицилия, девоньки, приходите на встречу с читателями. Их набегает много-прямного. И я каждый раз спрашиваю, девчат, ну где вы принцев-то своих взяли? И 95% мне рассказывают, я из Саратова, я из маленького поселка, там какого-нибудь в Белой Калитве, в Ростовской области. Я учила итальянский, я как правило дорожного движения знаю, как искать себе мужа, я не совершала никаких ненужных движений. Мы списались, я выучила итальянский, он приехал к нам, познакомился с мамой, я поехала к нему, он в фартуке и в костюме. Ну то есть все они там приличные, и серьезные? Детей полно, да. А это любовь или... И любовь, и они по-прежнему приходят учить. Расчет вы хотите попросить? Прекрасно живут, душа в душу, они на них насмотреться на русских много. Это вы рассказали про 1%, да? Я вижу счастливых женщин, бывших замуж по интернету. Интернет-знакомство, 2% есть дирюзативные, все, не более. Это статистика. Валентина, скажите мне, где их искать в реальности? В газете, обращайте к профессионалам, к экспертам семьи, а как именно они нам готовят? Давайте мы еще одна вещь. А сейчас БД и тренер Академии знакомств как раз, по-моему, про женщин мог бы рассказать. Я вообще так скажу, то, что я против интернет-знакомств для мужчин, потому что это не позволяет мужчине реализовывать свои навыки охотника, которые он может реализовать в реальных условиях, но... Вы имеете в виду добиться понравившейся женщине? Знакомиться с ней, потому что, мне кажется, что знакомиться с такими красивыми девушками нужно в реальных условиях. А для женщин это вполне допустимо. Теперь, что касается процентов. Я думаю, что это как в любом деле. Да, там есть категория моральных уродов, скотов всяких, есть категория святых людей. Их всегда будет мало. Те, кто вербовку проводит, их будет мало. Чаще это проблемы высосанные из пальца. Это, знаете, как ребенка вместе с... Но остальное все, это вполне нормальные люди, куда мы к ним относимся. И не важно, где вы знакомитесь, но на улице вы знакомитесь, в интернете. Я преподаю тренинги знакомства в реальных условиях, тренинги знакомства в интернете. Я особой разницы не вижу. Ну, если человек... Какой из этих историй больше выхлоп? Ну, то есть эффективнее, это что? Реальный. Конечно, реальный, потому что вы сразу можете увидеть человека, оценить его интеллект. Ему приходится тут же вам отвечать. У него нет времени на обдумывание каких-то фраз. Пожалуйста, девушки знакомятся на улице. Давайте подойдем к девушке. Да. Мне кажется, сейчас девушки не стесняют делать. Да, верно. То есть такие, друзья, можно... Воспитание, подождите, воспитание, и позволяет она подходить вообще? Вот первое время, в новогоднем году. Вы, кстати, себе не так так управляете. Подождите, это тренинги или все-таки реально? Подходитесь, знакомитесь с девушкой. Это тренинги в реальных условиях. Я хочу предложить альтернативные. Так, на место Владимира. Я хочу предложить альтернативные варианты. Дамы и господа, я предлагаю уже после рекламы. Хорошо. Это время московское. Пауза была короткая. В эфире ток-шоу «Время московское». И мы продолжаем наш разговор о виртуальных знакомствах. Почему люди стали чаще регистрироваться на подобных сайтах? И вообще, есть ли в них толк? Но до рекламы мы успели начать говорить о том, что есть какие-то альтернативы в конце концов. Сейчас дадим слово Надежде Быковой, директору Дома культуры Заречья. Надежда Владимировна, какие варианты есть? Вы знаете, я действительно знакома с людьми и с женщинами, в основном, конечно же, которые удачно нашли себя. Тебе вторую половину через интернет, но через всевозможные выходы с сети. Но я хочу сказать, в основном, это приоритет всё-таки надо отдать молодёжи. Женщины Бальзаковского далеко возраста, за 40 до 50... Я готова с вами поспорить. Мне кажется, наоборот. Я на 42, может быть, интернет. Я хочу сказать, что для них важнее визуальный контакт. Для молодёжи вы имеете в виду? Для взрослых женщин. Они хотят видеть глазами. А ушами они слышат и воспринимают, даже если эта информация недостоверна. Они её, к сожалению, воспринимают и не пытаются проверить. И от этого проблемы могут возникнуть всевозможные. Поэтому мы в своём Доме культуры предлагаем тем, кто хочет танцевать на основе танцев, тем, кто поёт на основе песен. Ну а те люди, которые считают, что они не обладают никакими талантами... Пусть рисуют. К сожалению, такие есть. Но я считаю, что не бывает бездарных людей, особенно бездарных русских, наших, российских женщин. Потому что они талантливы или в приготовлении еды, или в внешнем каком-то оформлении, преподнесении себя. И я хочу сказать, что для них всегда есть возможность прийти в клубы знакомств, которые у нас в домах культуры открываются и предлагаются. Это сюжет известного фильма. Помните, Москва слезам не верит? Ну, вон, 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 вон. Да. Александра Савина, корреспондентки канала Москва-24. Саша, ты где знакомишься? А по проценту там как? Сколько мужчин, сколько женщин? Есть ли там вообще шанс найти мужчину? Любого. Вы знаете, я хочу сказать, в старые добрые времена у нас было всегда, когда кто-то представляет женщину, даму, да, кому-то, всегда тот человек, который представляет или та организация, которая представляет, она дает какие-то гарантии этому человеку. Ну, согласитесь, это так. Это было у нас в нашей стране, во всяком случае, приоритетом всегда. Анкетку заполняют? Надежда Владимировна, вот не жил. Нет, я хочу сказать, анкету заполняют только те, которые хотят к себе более пристального внимания. В этом году у нас был клуб «Ностальжи», мы его так называли, то есть воспоминания прошлых лет, и на этой основе мы знакомство предлагали. Но в этом году мы пошли дальше, мы открыли клуб знакомства и свиданий именно с тем, чтобы, может быть, найти пару. Вот я хочу сказать, сейчас к Новому году мы готовим такую программу. У нас папа, который воспитывает троих малолетних детей, но остался один, мамы нет. Вы знаете, какой отбор? Вы говорите, да, действительно не хватает мужчин, да никто с этим спорить не будет. Но где вы дадите гарантию, что у вас в интернете предлагает такой мужчина кучерявый, голубоглазый, и такой, такой, пока не будет встречи. А встреча может быть очень опасной. Валентина, ну вот вы как специалист, как эксперт по вопросам семьи и брака, выскажите свое мнение. Вообще, вот смотрите, сколько у нас альтернатив. Виртуальные знакомства, реальные знакомства, клубы знакомства, где искать мужа? Смотрите, я этим занимаюсь, как эксперт семьи уже 7 лет. Мы организовали эту компанию для того, чтобы люди знакомились, и не просто знакомились, а мы их сопровождали. Сонечки сопровождали. То есть вы их ведете до алтаря? Да. Ну, кого для серьезных отношений, для длительных отношений. Ты можешь творить? То есть смотрите, у нас контингент людей, все самодостаточные обеспеченные люди. Так. В основном сейчас каждая женщина хочет, чтобы мужчина был или ее социального уровня, или выше. Это вообще большая проблема. Многие женщины добились много карьеры, успеха, всего достаточно. Нет, самое главное, это семья. Это самое жизненно необходимое, то, что для нас важно. Поэтому, когда она приходит и говорит, для меня важно, чтобы мужчина был социально успешен, такой же, как и я, да, это очень важно. Поэтому люди, приходящие ко мне, обязательно заполняют анкету, обязательно, для того, чтобы я понимала и был какой-то отбор. Но разве это не то же самое? То есть вы принимаете решение, по большому счету, что вы делаете то же самое? Заполнение анкеты дает возможность понимания того, чтобы люди приходили, как вы говорите, не мошенники, не осужденные, люди, которые не хотят благодаря даме или мужчине свое материальное положение улучшить. То есть это очень важно. И психологи, которые находятся у нас, специалисты, с каждым клиентом разговаривают индивидуально, для того, чтобы не было вот таких ситуаций, которые... Ну и какой у вас результат? У нас из 7 лет нашей работы, у нас 340 пар сложившихся. Это люди, которые и поженились, и у которых гражданских отношений, и у которых, естественно, уже родились дети. И скольки прошедших человек? Это неважно. Значит, статистику мы смотрели, это из, ну, порядка 4 тысяч. Ну, то есть, получается, вы против интернет-знакомств? Вообще или как альтернатива? Я сейчас скажу. Это как альтернатива возможно. Но то, что я только что услышала по телевидению, да, как люди знакомятся... А счастливы бы вы? А счастливы, как вы говорите, да? Это невозможно сидеть месяцами, переписываться и слушать... Ой, ну это так увлекательно. Вы не... Нет, месяцами. Это 2-3 пусто. Достаточно 3-4 сообщения и в реальном случае. Я вообще считаю, если ты хочешь познакомиться в интернете, да, ты стесняешься, ты не знаешь, как это сделать, хорошо, ты зарегистрировался буквально 2-3 сообщения и по телефону общения и встречи, потому что бессмысленное, подожди, бессмысленное сидение в интернете, тебе нужно увидеть человека, физика, химия, внешне, как он общается, как он подает, как он говорит, это все просто. Я не знаю, у меня были ролики в интернете, да, и мой супруг просто регулярно по средам их включал. Увидел и понял, что он хочет со мной быть. Приехал, сказал, здравствуйте, женщина, я буду очень ухаживать, я буду стараться, только не гоните, я замужем за ним. И не с вами Наташа. Татьяна, вы, Наташа, извините, вы медийная личность. Ты сейчас о чем? Я сказала о планете, я есть. И также точно любая женщина может взять ролик в интернете, поставить красивую фотографию, написать честную анкету. Так вы делаете, Саша, у тебя опыт был в интернете. Сайт и знакомств, по сути, я не понимаю, почему мы так сильно ругаемся, но сайт и знакомств это то же самое. Ты познакомился, тебе понравилась фотография, ты попереписывался день, может быть, договорился о встрече, сходил на встречу, все для себя понял. Так, стоп, то же самое, давайте, я вот о чем, вы даже не поняли. Мне просто не нужна анкета, чтобы там все были подноготные. Подождите, давайте уйдем от анкеты, давайте представим, вы не поняли, как я работаю. Расскажите. Приходит клиент, приходит мужчина и женщина, они встречаются на моей территории. После того, как они встретились, я принимаю обратную связь. Вот чтобы пойти к вам, мне надо заплатить деньги, а чтобы зарегистрироваться на сайте или в социальных сетях, мне не надо платить деньги, дальше рассчитывая на себя и стоп-сердон. Это настроение этого человека, потом занесите, что-то за вами там передает. Не, ну скажите, я увижу, можно это зарегистрироваться. Подождите, подождите, давайте подключим мужчину. Кирилл, какой из методов вам понравился, который вы услышали? Ну, вы знаете, на самом деле, знакомства в интернете, они, несомненно, проще. Понимаете, я вот сейчас тут слушаю, да, принято сторон, и у меня сложилось впечатление, что это все зависит от человека, от желания непосредственного. От желания с возможностью. Если человек ставит себе целью познакомиться, или вообще, да любую цель вообще, да, он ведь идет и делает это все. Если серьезный человек, потом он идет. Если ему хочется просто флета и одноразовых свиданий, пожалуйста, идем в интернете. Я просто прошу не говорить всем одновременно, потому что никого не слышен тогда в итоге. На самом деле, еще немножко статистики, я извиняюсь. Просто, ну, готовясь к теме, мне, я так погрузился, достаточно мне интересно было. Зарегистрировались на паре сайтов, нет? Я социализирован на сайте знакомств, и на самом деле, мне кажется, сегмент знакомства из сайтов знакомств уже давно перешел в социальные сети. Потому что сколько в социальных сетях, если мы там берем погружение отечественного Рунета, да, там более 50% населения нашей страны регулярно пользуются интернетом. Это что там по статистике, там, 12-го года. Страшно. Вы сказали, что американцы ввели такую статистику, что все, кто обознакомился через интернет, что? Статистика, ну, это тоже одно из-за того, что понятно. Понятно, что менталитет наш и западный, он отличается. Да. По статистике, которую сейчас приводят там западные коллеги, в том, что браки, созданные на основе виртуальных знакомств, распадаются в два раза чаще, чем традиционные браки через традиционные знакомства. 8% брака, понимаете? У нас есть Андрей, который, собственно, был когда-то директором сайта знакомств. Ваша статистика. Да, я немножко про статистику могу рассказать. Да, вот просто мы слышим, что здесь 4000 человек всего смогли принять участие в этой замечательной программе. Я хочу сказать, что если есть возможность, наверное, очень хорошо пойти к специалисту, пойти к тренеру. Но у большинства людей нет такой возможности. Поэтому на сайте знакомств, когда вот я руководил сайтом знакомств, у нас в день регистрировалось больше 4000 человек. Потому что каждый день. Слава вопрос, много ли из них ботов? Много ли настоящих? У нас там не было ботов, потому что у нас было подтверждение. Нет, ну не было ботов, конечно. А давайте к статистике. Конечно, там теоретически возможно было, наверное. Но насколько чаще браки случались, распадались, вы это говорили? Ну, это не только тренирующая сайт знакомств. Ну, может быть, как и ВАХА. СВАХА была своя такая, чтобы сразу загитрировался человек, сразу СВАХА. Я руководил сайтом серьезных знакомств, во-первых. И там, чтобы начать знакомств, надо было пройти психологический тест. Не такой серьезный, наверное, как у специалистов. Но все-таки был психологический тест. Это уже был некий отсеп для тех, кто не заинтересован в знакомствах. Потом это все-таки был премиальный сайт знакомств. То есть за деньги. Основной функционал был за деньги, да. То есть, опять же, хотите познакомиться на одну ночь? То есть люди от того, что это бесплатно. Смотрите, это бесплатно. И там точно, да, есть сегменты сайта знакомств, где люди знакомятся. А вы собирали обратную связь? Мы также узнавали, кто зачем приходит. Половина сказала однозначно, мы пришли искать себе партнера на всю жизнь, спутника жизни. В основном девушки. Нет, не скажу. Ну, хорошо. А вторая половина на одну ночь? Нет, половина сказала, пообщаюсь, как пойдет. И от оставшихся, то есть четверть. И четверть сказали, пофлиртовать пришли. Поразвеяться. Да, поразвеяться. То есть, несмотря на то, что там, да, надо было пройти психологический тест. Ну, то есть, серьезно настроены к глупости. А я могу спросить, почему они так писали? Большинство людей, не все готовы прямо сразу вот так вот. В тот же момент, вот знаете, человек одинок, он не может вам сказать сразу, я хочу сейчас же выйти замуж или жениться. Все-таки нормально для человека это сначала попробовать, пофлиртовать. Это нормальный этап. Пофлиртовать, переписываясь, виртуально пофлиртовать? Они начинают переписываться, и мы стимулируем, как можно быстрее уходить в офлайн. Поскольку мы не зарабатываем на процессе, мы зарабатываем на результате. То есть, вы имели исключительно коммерческую цель от этого всего, а не беспокоились за результат. Ну, естественно, это был бизнес, но, чтобы зарабатывать бизнес. Давайте вот последний комментарий. У нас есть... Есть ли обратная реальность, сколько получилось у вас от общей статистики успешных пар, которые живут? 300 тысяч пар было на тот момент, когда я был там, и больше 50 тысяч пар, и больше 50 тысяч пар, и больше 50 тысяч пар, и больше 4 года. Я предлагаю сейчас немного прерваться, уже дать слово горожанам. На связи с нашей студией колл-центр программы «Время московское». И вот, что интересовало москвичей. Здравствуйте. На тему знакомства в интернете в наш колл-центр поступило несколько десятков звонков. В основном звонили женщины, разочарованные попытками завести серьезные отношения в социальных сетях. И вот вопрос, который я хочу переадресовать нашим гостям. Здравствуйте. Я бы с удовольствием зарегистрировалась на сайте знакомств, но боюсь нарваться на извращенца. Можно ли на государственном уровне ввести механизм защиты пользователей от фейковых аккаунтов и всякого рода нездоровых людей? Спасибо большое. Ну, я не знаю, как вычислить свои счеты? Мне кажется, такая процедура достаточно сложная. Это тогда надо еще каждому пользователю, который пользуется сетью, проверять, еще предоставить справку из соответствующего учреждения, что он здоров и может пользоваться нормально. Поэтому, мне кажется, это такая нереально осуществимая процесса именно с точки зрения… Я хочу сказать по поводу реальных знакомств. Часто приходят мужчины, и они говорят, вот как по скрытым сексуальным сигналам, по поведению женщины определить то, что она готова к знакомству, то, что она захочет оставить номер телефона, пойти на свидание и так далее. Так вот, если бы можно было 100% определять это, если была такая система, смысл вообще во всех этих слугах не нужно было. Определил, подошел, все получилось. Если кого-то там ограничивать, на этого бирку такую метить, извращенец, мошенник, еще что-то, то будет совершенно неинтересно, скучно будет. Здесь нужно мозги просто включать. Ну, а потом для кого-то извращенец, а для кого-то нормальный, да? Да, да, все время. Тоже же все зависит от извращения. Это вопрос, анкет и вот предварительного отсева как раз вот сайтов знакомств и непосредственно анкетирования. То есть, ну, то есть на ранних этапах может тоже пообщение с технологиями там… Ну, послушайте, ну все анкеты, это же заполняемые людьми. Это все мыдереваемые вещи, конечно. Они могут придумать, написать. Хорошо, так. И чаще всего, да, ведь так и есть по факту. Когда обращаются профессионалы, везде совершенно другое… Ну, а как, Валентин, ну что, вы видите и сразу понимаете, нет извращенец, не подходит. Ну как, объясните. У нас же люди, которые занимаются этим специально, проводят тесты с этими людьми, понимание… То есть психологи работают, да, профессионалы? Конечно, психологи, которые этим занимаются. Это же не просто так. Люди, которые приходят туда, они никогда в жизни. Ни альфонсы, ни психологи, ой, ни люди, которые… Где-то на учете состоят и прочее. Они не придут, потому что мы проверяем службу безопасности этого человека. Раз, второе, они проходят серьезный полностью отбор. И когда женщина приходит и мужчина на встречу, на свидание, она визуально, физико-химия определяет, ее ли не ее, она знает о этом человеке, что у него, кто он по социальному статусу, что он себя представляет, что он любит, что для него важно, какие у него ценности. Это точно так же для мужчины важно. Но только встреча даст возможность понять, твое, не твое. И то не первая встреча. Есть правило… Подождите, подождите, есть правило трех свиданий. Первая встреча – это физика-химия. Вторая – ты узнаешь больше о человеке. И третья – ты понимаешь, готов ли ты с ним идти дальше в отношения. И это, еще раз говорю, обратная связь только дает. Когда я, специалистик с первым вопросом семьи брака, слушаю девушку, обратную связь, я только тогда могу понять, где что не так. Я могу подсказать, я могу смоделировать ситуацию. А вы мониторите, смотрите, как они там маркуют, нет? Во-первых, насчет того, что никто не смотрит, никаких видеокамер нет. Это все официально, у нас серьезная организация. Мы просто-напросто после того, как с каждым человеком общаемся, для того, чтобы понимание было, если мужчине понравилась девушка, и точно так же у нее к нему такие отношения, естественно, я даю телефон, и они встречаются на нейтранте. Первая встреча только у нас. Все. Я сейчас предлагаю прерваться, после чего мы вернемся, уже выслушаем москвичей, они зададут свои вопросы. Рекламная пауза. Пауза была короткая, это ток-шоу «Время московское». В этой студии сегодня обсуждаем виртуальные знакомства, знакомства в социальных сетях, да и вообще, есть ли в них толк. Ну вот тема у нас сегодня такая интересная. Много вопросов, кстати, поступило от горожан. Давайте посмотрим на экран. Нам мы выбрали самое интересное. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я не верю, что в соцсетях можно создать крепкую семью, так как много мужчин зарегистрировано на сайтах знакомств, либо женаты, либо ищут развлечений. А есть ли какая-нибудь статистика, которая убедит меня в обратном? Ну вот видите, с девушками мы вроде бы разобрались, да, а вот мужчины немного по-другому подходят к этому вопросу. Ну кто готов ответить? Я могу сказать, реальную статистику могу сказать, сайты знакомств. Несмотря на то, что вот это, я возглавлял сайт серьезных знакомств, там все равно были замужние и женаты. Их было примерно 10%. А они признавались, да? То есть они официальный статус выпишут? Да, мы просто понимали, что если мы просто берем пункт, я замужем, я женат, как бы будем запрещать им регистрироваться и говорить правду, они будут регистрироваться и говорить неправду. Поэтому то, что мы делали, мы просто больше помогали познакомиться женатым с замужними, чтобы они не смешивались сильно. И все честно говорили, что они замужем и женаты. Ну не все честно, но поскольку да, в общем, тем не менее, были вот 10 правил. То есть завершали семьи, да? Провоцированные измены получается. Ну и мужчин можно провоцировать измену не только в интернете, но и правде в глаза. Скорее всего, семьи там уже не было, вероятнее всего. Но каждая женщина должна знать, когда она нажимает на кнопку, что там, возможно, все что угодно. И об этом нужно подумать. И об этом не надо забывать никогда. Послушайте, чем отличаются, наверное, соцсети в этом плане от сайта знакомств? Все-таки в соцсети у тебя есть определенная группа твоих друзей, которые есть вокруг тебя. И ты через них, ну, логично, можешь узнать о том или другом человеке, посмотреть его уровень знакомства, компетенции, там, каких-то мест работы, то же самое, в зависимости от соцсети. Вот это правильно, да. Вот здесь вот... Жена на фотографии увидеть опять же. Ну, ваши друзья. Можно где-то на какие-то фотографии узнать, у человека больше. И вот здесь вот все эти в этом плане, конечно, они, наверное, более, ну, какие-то... Готовы. Ну, и готовы. Человек больше получает информации, возможности об объекте, чем там с сайта знакомств, где все ограничено одной антенцией. А вы не инвестируете своих, тех, кто к вам приходит, например, не залазьте к ним, так, давайте посмотрим, что у вас там на социальных страницах, нет? Нет, нет, конечно, зачем? Работодатели даже так делают уже. Что, что? Работодатели даже так делают, в банках так делают, конечно. Нет, мы этого не делаем, потому что недостаточно то, что люди говорят, и у меня служба безопасности полностью проверяет этого клиента, достаточно. Но я хочу сказать, отзывы, конечно, негативные, не буду и отзвучивать по поводу того, что женщины и мужчины, знакомившись с сайтом знакомства, очень часто не происходит ничего. Созвонились, все, больше это не пошло дальше никуда. Потому что в любом случае… Это нормально. Да, это нормально, конечно. Если ты приходишь на сайт знакомств, не надо ждать, что у тебя с тобой предоставлено контакт. И реально ты видишь, какой он где, это… есть селфи, это прям… Ну, это же нормально, что мы все себя пытались приукрасить. Она говорила, я слышала, что в соцсетях ничего. Она просто не знакомилась. То есть человек, который боится. В принципе, да, ей как раз нужно интернет-знакомство, потому что она интроверт. Может быть, ей нужны ваши услуги по этой же причине. Она хочет попасть туда, разочароваться, психологически получить траву. Ой, знаете, я не буду знакомиться, потому что мало ли что, семью не получится создать лучше. Я сразу буду старой девой, например. Пусть наше население, москвичи, на сайте знакомств регистрируются, получили негативный опыт. Да не получится негативный опыт. С чего вы взяли? Зачем вы говорите, что они… Я расскажу, что опыт получат. Валентина, Валентина, я один вопрос к вам. Вот у меня тут холостяк, кстати, стоит. Не надо меня сразу задавать. Как вы считаете, что могут люди в больших количествах пользоваться вашим сервисом? Или вообще нет будущего именно в больших объемах подобного рода структуры? Вы же все равно физически, как человек. Вы же не можете обрабатывать, я не знаю, 10 тысяч заявок. Поэтому надо развивать институт знакомств. Вообще нам нужно семейные отношения, все это развивать. Нужно на уровне, естественно, депутата поднимать эти программы, для того, чтобы открывались школы. Начиная с девушек с 11 лет, потому что это уже начинается формирование, и заканчивая женщинами, которые, естественно, не получили опыта, или мама не рассказала, или негативный опыт, какие-то семейные отношения, чтобы мы полностью закрыли эту ситуацию, чтобы каждый умел и понимал, как надо создавать семью, какой нужно будет женщиной, как стоять за мужчину. Погодите, а девушке в один раз. Про женщины, про женщины говорили. Про мужчин вы не сказали. То есть здесь были девочки от 11 лет, как вы говорите, и женщины. Мужчин не будет в этой школе, потому что мы сейчас формируем женскую половину, потому что женщина – это шея. Только благодаря женщине мужчина становится успешным. Это правда. Это не статистика, это практика. Благодаря женщине мужчина становится успешным и, естественно, успешит семью. Но как лучше сказать мужчиной, как вы говорите, да, почему у мужчин не будет таких школ и тренингов? В любом случае, когда мужчина успешен, он чего-то в жизни добился, он проходит тренинги. Я почему-то спросил про массовость. Просто одна реплика. Мне кажется, что знакомство в соцсетях – это два аспекта, две причины. Первая – это люди, которые, может быть, слишком скромны, чтобы в реальной жизни подойти познакомиться. А вторая – Маша сказала, они несколько минут назад, или десятков минут назад, про то, что больше охват, больше выбор. Больше охват – я согласна. А в буду скромности очень часто не то, что скромность, а просто человек… Состенчивость болезненная. Ну, конечно. Даже не скромность. А времени нет чертовски, не хватает времени. Нет времени. Мы живем во время информационных технологий. Депутат, куда пойдет, по-моему, выжигает. Как он пойдет? На самом деле, проблема, которую мы обсуждаем, она не только связь о знакомстве. Это проблема общего погружения, особенно молодых поколений, из оффлайн в онлайн. И то, что мы говорим о том, что молодежь сейчас общается, получает информацию, она вся получает практически из интернета. И вот эта проблема ухода в онлайн, она не касаема только знакомств или семьи, а вообще общественного жизни. Это проблема существует. Мы живем с вами в 21 веке, это нормальный прогресс. Почему это плохое? Я не говорю, что это плохо, однозначно. Я не говорю, что это плохо, однозначно. Я говорю о том, что с появлением новых технологий, с появлением новых площадок, новых интернет-платформ, это будет все больше и больше... Людей втягивать? Конечно, втягивать и погружаться. Здесь вопрос другой, знакомство с знакомствами, как человек в реальной жизни себя может вести, как он может нормально социализироваться, если он будет пользоваться только интернетом, и видеть свою жизнь только через призму смартфона или компьютера. Это тоже есть в этом вопрос. Мне кажется, что это настолько... Вы сейчас вы рисуете какие-то ужасы, что мы с ним погрузимся. Нет, я не ужасы рисую, это не касается современной России прямо сейчас. Но давайте подумаем. Вы разучились ходить по улице и мы общаться? Или что? Что мы все видим только через телефон? Я говорю, что сейчас это не касается России. Но эта проблема перед нашей страной станет через 10-15 лет. Мне кажется, это все было, так или иначе. Мы погрузимся, мы не касаемся. Подождем немного, сейчас, давайте посмотрим, послушаем, еще мы включаем. Отключите! Еще один вопрос от Гоража. Проблема в чем выражаться? Добрый день, меня зовут Владимир Васильевич. Мы знаем, что в соцсетях в основном знакомится молодежь. Но как быть тем, кому за 50, за 60? Неужели печататься в газете пенсионер? Дорогие друзья, нам нужно дать возможность людям, особенно более старшего возраста, альтернативу. И эта альтернатива есть. И нужно об этой не забывать и развивать институты. Я считаю, что может быть семейные институты, где и мужчины, и женщины получают дополнительные знания. И, конечно же, нужно поддерживать такие. Опять я возвращаюсь к домам культуры, которые на сегодня, к сожалению, у нас идет оптимизация, и их сокращение происходит. А люди не всегда ищут. Вот вы знаете, я с вами поспорю, когда вы говорите, что женщина хочет статусного мужчину. Да наша женщина порой так наскучавшаяся, она говорит, дорогой, я из тебя и делаю все. Лишь бы там был с головой, с руками и ногами. И такие есть, конечно. И их большинство. Особенно где-то, может быть, не в центральных округах нашего города. Если мы говорим о Москве, не берем глубинки вообще. Вы понимаете? Раньше, предположим, существовали не сайты знакомства, а в газете, как сказал наш гражданин объявление. Вот это работало? Вот кто-нибудь вообще знает? А вот если бы этот дедушка был олигархом, он бы вообще не задавал такое. Конечно, не задавал. Я не понимаю, если, например, человеку за 50 лет, у него нет детей, у него нет внуков, которые ему могут анкетку сделать, там, например, где-то в соцсети, познакомиться, показать, за него что-то сделать, привезти, может быть, на свидание. То есть начальную часть могут сделать. Если человек другое дело не смог воспитать таких детей или внуков, то это значит, что у него уже проблема. Если дедушка напишет газету, то именно его бабушка откроет эту газету, и они друг друга найдут. Понимаете? Потому что та женщина, которая нужна этому дедушке, покупает эту газету, вы понимаете? Я думаю, что нам не надо говорить, что что-то мы должны закрывать, от чего-то отказываться. Нет, все должно быть. Но все должно быть в меру наших возможностях, нашего города, нашей страны. Мы должны какие-то гарантии все-таки людям давать и действительно анкеты собирать, я не знаю, проверки какие-то. Может быть, действительно, паспортные данные давать. Вот, я так понимаю, вы как бы... Никому абсолютно, да? Но человека, который подает данные, он все-таки чему-то, ну как-то его внутри, да, он скажет, я свои данные дам. Организовать. Организовать к этому. И он уже чувствует хоть какую-то, ну, меру ответственность. Понимаете? Я так, что-то так... А взвешивать нужно тогда еще? Взвешивать нужно с обеих сторон. И мужчина и женщина должны взвешивать. Любой свой шаг по жизни. К сожалению, никто гарантий на 100% нет. Даже в нашем клубе, казалось бы, я знаю этих людей, они проживают на нашей территории. Они, ну, они могут быть гостями, они могут быть новоселами, как у нас в нашем районе. Послушайте, Надежда Владимировна, люди некоторые и 20 лет в браке живут, да? Я не знаю, друг друга, поэтому гарантии 100% не может дать. Если бы вы знали, где салонки подселить, я бы хочу адресовать вопрос Кириллу. Вы все-таки на более молодую аудиторию, да, контролируете, ну, не контролируете, а курируете, да? Если взрослые, 30-летние, 40-летние люди все-таки уже имеют некий бэкграунд, опыт, немного, да, каких-то жизненных навыков, то вот иногда молодежь, там, в 15-16 лет, они готовы ради максимализма этого юношеского бросаться в омут с головой. Вот насколько разная вообще, на ваш взгляд, аудитория, ну, то есть как они воспринимают знакомство в социальных сетях? Ну, да, конечно, в подростковом возрасте все более несерьезно, на мой взгляд, нежели там уже у взрослой аудитории, и, конечно, тут опять же вопрос, каждый, кто, что хочет вообще, на самом деле, найти в интернете. Ну, вот вы и говорили об этих страшных историях, да, с вербовкой, которая связана, ведь, я так понимаю, работают как раз и нацелены на молодое поколение, те, кто занимается. Молодое поколение, на которое можно влиять, которые как раз вот имеют более пассивную точку. А скажите, вот, чтобы предостеречь, на что надо обращать внимание, если, ну, родители нормальные, наверное, да, видят эту историю, что, как бы, вот что-то уже не в порядке у ребенка? Ну, конечно, нужно обращать внимание на то, насколько социален сам вот ребенок, то есть не торчит, он все время в интернете, да, то есть общается там со сверстниками и в офлайн-режиме тоже. Всем бить в набат, похоже, надо. А что? Всем надо бить в набат, судя по всему. В школе, дома, родителям. Ну, конечно, это частное, на сегодня, наверное, кажется. Наверное, на большее деть внимание ребенка, конечно, а в наше время действительно так, нужно с ребенком общаться ежедневно, каждый день не держать под контролем. Мы же подругой, маме. Да, другом, другом, подружкой. Обязательно. Обязательно, от следа они не приемлют такого синага. Есть какие-то уже наобороты для того, чтобы действительно избежать подобных опасностей, вербовки, да, в частности? Конечно, конечно, мы непосредственно с проектом именно общаемся с молодежью, которая обращается с плохими как раз историями, знакомств в интернете, скажем так, помогаем им в том плане, советуем куда-то обратиться, как раз вот на что пожаловаться, куда. То есть не оставляем их одних, не оставляем их как раз в беде, чтобы пресечь все вот эти вот плохие... Возможные попытки? Да, да, именно знакомств в интернете. А таких историй много вообще? Достаточно. Это не только касается вербовщиков, это и мошенников касается, потому что тоже можно написать, наврать Стрекорова как вот подросткам-девочкам, да, то, что вот там какой-то богатый ухажер и так далее. Ну, в разные случаи бывают. То есть нужно подходить к этому вопросу с двух сторон, как интернет-позитивная среда, как и негативная тоже среда. И нужно работать и в том направлении. Ну, хорошо, а вот если говорить, например, Артем Викторович, по поводу соблазнов, да, ну, вот реально на семейную жизнь, уже сложившуюся у кого-то, могут с этой знакомствой, как вы считаете, как-то влиять? Ну, на мужчин, например. Мне кажется, это все индивидуально, понимаете? Невозможно сказать, что соцсети влияют одинаково на всех. Каждый пользуется по-разному. И я буквально секунду в продолжении. Есть такая концепция силы слабых связей, особенно касается молодежи. Когда молодой человек доверяет информации из сети, да, и формирующейся какому-то образу больше, чем своим родным. Поэтому сказать одно, что соцсеть как-то разрушает семью, да, там, ну... Все-таки нет. Мне кажется, нет. Здесь нельзя говорить однозначно, что там в соцсети это однозначно плохо, и однозначно хорошо какой-то пример, который приводят коллеги. Или наоборот, то, что они говорят, это может быть для старшего поколения более, да, важно, а для молодежи там интересна там новая система коммуникации, как бы. Но все это должно быть взвешено, да, все это должно быть так, чтобы это было комфортно и действительно не создавало каких-то иллюзий. Ну, я не знаю, добавить, наверное, больше нечего. Ничего не добавить, наверное. Хорошо, что мы в итоге пришли, как всегда, к компромиссу. Пришли к этому столу, стали рядом. Это была программа «Время Московское». В студии были Наиль Губаев, Мария Рыбакова, наши уважаемые гости. Спасибо вам за ваше мнение. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова